Дольщики Гринфлайта устроили шествие на алом поле. Люди обвиняют руководство компаний в преднамеренном банкротстве. Челябинские окрачка будут есть в Бомбее. На выставке Иннопром в Екатеринбурге, Индии и Южный Урал договорились о расширении товара оборота. ГМО о продуктах сказали нет в Совете Федерации. Сенатор Ирина Гехт предложила сделать ввоз товара в страну невозможным. Плати либо уходи. На северо-западном колхозном рынке пенсионеров выгоняют с торговых мест. Добрый вечер. Вы смотрите информационную программу «Телефакт» в студии Екатерина Жданова. Спозор выпуска 40-го шоу «Гиппотамов». Дольщики Гринфлайта прошли шествием вдоль сквера на алом поле. Сегодня люди с плакатами в руках потребовали возбудить уголовное дело по факту преднамеренного банкротства компании. Они боятся, что так и не увидят свои квартиры. Хотя стройка замороженных домов началась еще вчера. Почему дольщики и застройщики пока так и не нашли точек соприкосновения, расскажет Алена Павлова. В руках у челябинцев плакаты и растяжки. Главный призыв всех этих людей – достроить их обещанные квартиры. Сегодня люди даже готовы отказаться от неустойки, но только в том случае, если они будут уверены в сроке сдачи жилья. За этим шествием сегодня строго смотрят сотрудники полиции. Только на этом пятачке их 9 человек плюс 2 служебных вса. Наша страна помогает всем, когда она поможет нам. Верните наши квартиры. Академия Версайд по плану застройщиков должен был стать новым центром Челябинска с развитой инфраструктурой и современными высотками. Но компания разорилась и стала банкротом, поэтому сегодня заморожено строительство 28 многоэтажных домов. Гринфлайт заключила договоры с 30 тысячами дольщиков. Без денег и жилья сегодня остались более 6 тысяч семей. Уже ожидаем второго ребенка, но, к сожалению, въехать в свою квартиру до сих пор не получилось. Уже четвертый год платим ипотеку, неизвестно за что. Нет дополнительных финансов, чтобы еще арендовать, чтобы жить отдельно. Потом приходится жить тоже с бабушками, тесниться в маленьких квартирах. Напомним, ситуацию курируют сегодня правительство области и Борис Дубровский. Весной этого года они нашли потенциального инвестора «Магнитострой». Глава компании встретился накануне с Борисом Дубровским. Они обсудили вопросы о начале строительства. По словам главы, начать стройку уже должны были на этой неделе. И действительно, на двух объектах уже ведется работа бригадами. Также дольщикам сегодня предлагают и альтернативный вариант. «Гринфлайт» подготовил для них договоры на обмен квартир. Жилье предлагают как в микрорайоне «Белый хутор», так и на улицах «Пограничная» и «Солнечная». А также в других городах, например, как Копейский и Магнитогорский. «Ситуация такая. Предложили жилье, только большая площадь. Квадраты очень большие. Маленьких квадратов очень мало. И с доплатой. То есть за лишние квадраты надо доплатить еще деньги. Нам все равно, нам уже, ну как тянуть, мы и так уже ждем долго. Если, допустим, договоримся, значит, наверное, будем соглашаться. Накануне свою помощь предложила компания «Центр управления проектами». Они хотят выкупить у «Гринфлайда» право на аренду нижнего участка «Академри Версайда». За 3 миллиона они готовы достроить дома. Но пока окончательного решения они еще не приняли. Алена Павловна, Степан Абаимов, Телефакт. Между тем, полное строительство «Гринфлайт» начнет только в августе. С понедельника бригады рабочих начали достраивать два дома. Сегодня директор компании Олег Лакницкий опроверг все слухи о преднамеренном банкротстве и пытается убедить жителей в сотрудничестве. Я уже был в 300-м катастрою к листным управляющим. И показательно то, что 300-м катастрою не обанкротился, а продолжает работать. Поэтому меня попросили учредителей. Я зашел, сейчас навожу порядок. Волосы дыма встают от того, как они работали. На сегодняшний день заблокированных счетов в районе 400 миллионов получат, 470 миллионов. Поэтому для того, чтобы даже любое начать строительство, счет должен быть пустой для перечисления, там еще каких-то расчетов с подрядчиками. Все эти счета должны быть пустыми. Для того, чтобы они были пустыми, нужно ввести процедуру наблюдения и установить очередность всех этих действий. Челябинская мука и курица на индийских прилавках. Республику заинтересовала южноуральская продукция. На выставке «Инопром-2016» в Екатеринбурге, Индии и Южный Урал договорились о расширении товара оборота. Переговоры провел губернатор Борис Дубровский. Глава региона предложил индийской стороне сотрудничество в сфере сельского хозяйства, строительства, робототехники, здравоохранения и других областей. Челябинская область готова провести для коллег из южной страны презентацию потенциала региона. В разы превосходим свои объемы по потребности. У нас очень серьезный экспортный потенциал. Я приглашаю вас посетить Челябинскую область и уже, собственно, у нас там на месте обсудить, какие перспективы сотрудничества у нас. Я думаю, что всем стало понятно, что нам необходимо увеличить нашу двустороннюю торговлю. И в этом играет огромную роль взаимодействие наших регионов, учитывая сильные стороны вашего региона и те секторы, по которым вы достигли своих целей. Это сектор сельского хозяйства или любой другой. Очень важно ваше участие в индийских торговых выставках. Делегацией из Челябинска был подписан еще ряд соглашений, например, с немецкими партнерами. Германия будет поставлять комплектующие детали для электродвигателей новому южноуральскому заводу «Русские электрические двигатели». Предприятие готовят к запуску, его откроют в 2018 году. Областные власти рассчитывают, что запуск этого предприятия снизит зависимость региона от импорта в нефтяной отрасли. Также в Челябинске и Харбин будут обмениваться сельхозтоварами и полезными ископаемыми. Южноуральская делегация переподписала соглашение с провинцией Китая и Хейлунзян. Товарооборот между регионами уже превысил 20%. К саммиту ШОС эта цифра должна возрасти, отметил Борис Дубровский. На южноуральских прилавках не будет опасных продуктов. Выращивание ГМО организмов на территории Российской Федерации теперь окончательно запрещено. Это растения, семена и животные, генетическую программу которых искусственно изменили. Кроме того, сенатор от Челябинской области Ирина Гехт предложила ужесточить законы сделать ввоз ГМО продуктов в страну практически невозможным. Импортерам придется пройти проверку и специальные регистрационные процедуры, по итогам которых им либо разрешат, либо запретят ввозить товар в Россию. Президент Владимир Путин подписал обновленный закон. Штраф за нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Для должностных варьируется от 10 до 20 тысяч. Единственное исключение сделано для ученых и исследователей, которые будут выращивать искусственные продукты для экспериментов. Продолжим тему в студии. У нас в гостях сенатор Совета Федерации Челябинской области Ирина Гехт. Ирина Альфредовна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот раньше запрет на выращивание генно-модифицированных организмов тоже существовал, но наказания за нарушение не было. Вот с чем связано ужесточение закона? Ну, на самом деле, это поручение Владимира Владимировича Путина, который сказал, что это вопрос национальной безопасности и все-таки здоровья наших будущих поколений. А поскольку все-таки ничего хорошего генно-инженерно-модифицированные организмы не несут, и это уже доказано многими учеными, единственное, наверное, то лобби, которое продвигает эти организмы, оно тоже достаточно сильно. Например, известно, что Соединенные Штаты Америки, которые являются активными сторонниками этой продукции, выделили около миллиарда долларов грантов нашим ученым для того, чтобы подтвердить, что ГМО-продукция, она не вредна для здоровья. Хотя большинство ученых сходятся однозначно в том, что трансгенные белки, они вызывают аллергии и мутации у человека, это признано всеми. А ряд других последствий, в частности, способность их накапливать канцерогены, способность расщеплять ферменты пищеварительного тракта, это уже тоже те исследования, которые есть, но которые не признаны там повсеместно, а вот то, что это аллергические реакции может вызвать, это совершенно точно. Плюс устойчивость к антибиотикам, что тоже на самом деле вопрос безопасности. Можно ли полностью избавить Россию от ГМО? Не будет ли это противоречить правилам ВТО? На самом деле, почему мы так настаивали на принятии этого закона? Потому что сейчас готовится ратификация Картахенского протокола, который как раз подразумевает вступление нас в такую зону общую ГМО в том числе, и требование по маркировке, которая не такая жесткая, как, допустим, в Европе, как в Соединенных Штатах Америки. Поэтому для нас все-таки принципиально на границах поставить заслон, вот ввозу той, прежде всего, семенной продукции, которая идет из других стран. Потому что сегодня это в основном, конечно, это соя, это кукурузы, это томаты, это на 30% сахарная свекла, это те растения, которые, в принципе, семена которых содержат ГМО. Спасибо вам большое за информацию. А я напоминаю, у нас в студии была сенатор Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт. Скандал на северо-западном колхозном рынке. Пенсионерки не могут получить бесплатные прилавки для торговли урожаем. По словам предпринимательниц, за возможность продать ягоды и зелень с них берут по 50 рублей в день. Хотя по документам 65 торговых точек на рынке пожилым людям должны предоставить безвозмездно. Продолжит Анастасия Плотникова. Сколько стоит смородинка? 200 рублей килограмм. Сегодня начинающая предпринимательница Тамара Таскалина запускает свой маленький смородинный бизнес. На прилавок северо-западного колхозного рынка женщина выставляет два ведра спелых садовых ягод. Хочет продать и заработать 400 рублей. Казалось бы, дело обречено на успех. Ведь, по мнению пенсионерки, плату за пользование торговым местом с нее брать не имеют права. Я только подошла, никто ко мне не подходил, никаких денег не требовала. Однако через пять минут маленький бизнес Таскалиной терпит большой крах. А раздосадованная коммерсанка вынуждена уйти с непроданным товаром. Девушка, оказывается, берут они за место 50 рублей. Слова Тамары Таскалины подтверждают бизнесвумен с соседних прилавков. 50 рублей берут. Иногда да, иногда нет. А сколько вам приходится платить за это? 50. Глава Курчатовского района, именно здесь находится северо-западный колхозный рынок, парирует. По официальным данным от администрации базара бесплатные торговые места пенсионерам предоставляются. 65 мест предоставляется бесплатно. Глава района показывает официальное письмо администрации рынка на имя начальника городского управления по торговле и услугам. За пользование данными торговыми местами денежные средства с лиц, занимающие предоставленные торговые места, никогда не взымались со стороны сотрудников северо-западного колхозного рынка, поскольку данные места предоставляются бесплатно. Сергей Антипов делает вывод, получается, что предоставляются только на бумаге. Почему? Ответить нам на этот вопрос в администрации рынка отказываются. На просьбу связаться с руководством охранники отвечают молчанием, а затем спасаются бегством. А вы со мной, может быть, поговорите? Давайте пригласим администрацию. Молодой человек, а можно вызвать, у вас же есть связь, можно вызвать администрацию рынка? Бывалые бизнес-леди уже привыкли жить по законам северо-западного рынка. Чтобы окупить затраты на аренду торговой точки, расширяют ассортимент. Причем свести дебет с кредитом получается не у всех. Те, кто торгует товаром, который не пользуется особой популярностью, вынуждены разбивать прилавки прямо здесь, буквально в 50 метрах от входа на рынок. Ассортимент товаров впечатляет от книг и игрушек до старой обуви и одежды. По мнению администрации района, стихийный рынок портит внешний вид города. Протестуют и жители окрестных домов. Говорят, торговцы оставляют после себя мусор. Но у тех просто нет выхода. Антонина Зацепина переехала с северо-западного рынка на стихийный. Бизнес на оборудованном прилавке оказался нерентабельным. Сначала нам предлагали идти вот там для пенсионера специальные столы. А теперь за эти столы мы платим деньги. 170 рублей я продаю. 100 рублей это стоимость материала. 50 рублей я дам за торговлю. Это 150. И 20 рублей я заработаю. Ну невыгодно. Бесплатные торговые места должны предоставляться пенсионерам по распоряжению городской администрации. Для того, чтобы воспользоваться правом на торговлю, по официальной формулировке, садоводу необходимо предоставить пенсионное удостоверение и членскую книжку СНТ. В Челябинске, по данным Управления по торговле и услугам, организовано больше 600 таких мест. И начинающая бизнес-вуман Таскалина намерена отстоять свое право на маленький смородины бизнес. Пенсионерка планирует написать жалобу в городскую администрацию. Анастасия Плотникова, Евгений Нигматуллин, Телефакт. 18 семей наградили медалью за любовь и верность. Сегодня в Краеведческом музее чествовали самые крепкие семьи. Те, кто прожил в браке 50 лет. С памятной даты пары поздравил глава города Евгений Тевтелев. Милые, хорошие женщины и добрые мужчины. Наверное, в этот день ведущая правильно сказала, Наверное, это тот день, когда подводятся некоторые итоги семейной жизни, любви, верности. Все ли успели сделать? Что еще предстоит сделать вам, участникам сегодняшнего мероприятия? Нагрудный знак, медаль, цветы и грамоты. Но самый главный подарок – слова благодарности от вторых половинок. С высоты прожитых лет я говорю ей, благодарю тебя за то, что по судьбе прошла. Благодарю тебя за то, что ты со мной была. Еще за то, что не забудется. За все, за все тебя благодарю. Напомним, награждают золотых юбиляров уже восьмой год подряд. В честь Всероссийского дня семьи, любви и верности. А сейчас о погоде. Завтра без зонта из дома лучше не выходить. В Челябинске пасмурные осадки. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. В Тюлюке голодная корова оставила туристов без завтрака. В палаточном лагере отдыхающие оставили еду без присмотра. А забредшая буренка поспешила к столу и без стеснения умяла сахар, хлеб и апельсины. Отдыхающие подумали, что в лагерь забрел медведь и из палаток выйти побоялись. Еще больше интересных новостей сразу после рекламы. Не переключайтесь. Через минуту мы расскажем. Главнее всего погода для органа. Какая температура идеально подходит для инструмента, узнал корреспондент Телефакта. Челябинка поборется за золото итальянской провинции. Гимнаст Карина Кутепова выступит на первых олимпийских играх для спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Фабричная звезда спела бесплатно. Зачем певица Юлиана Караулова приехала в Челябинск? МРТ-комплекс последнего поколения и трехмерное моделирование заболеваний внутренних органов. Эти достижения теперь доступны пациентам областной детской клинической больницы. В этом году детская хирургия региона отмечает полувековой юбилей. Отделение открылось в 1966 году на базе Челябинской клинической больницы на 60 коек. Спустя 50 лет сотрудники больницы подводят итоги и строят планы. Сегодня урологические койки находятся в структуре детской хирургии. Нейрохирургические в структуре травматологического отделения. Мы планируем создание двух новых хирургических направлений отделений. Это нейрохирургическое, урологическое. Сегодня в отделении 153 места. На лечение и обследование поступают дети со всей области. За последний год проведено 6000 операций по направлениям неврология, урология и онкология. В том числе новорожденным самыми сложными заболеваниями и пороками развития. В среднем в год приблизительно 50 миллионов рублей каждый год выделяется на оснащение, дооснащение и переоснащение оборудованием вот этой нашей больницы. Напомним, в 2008 году состоялось торжественное открытие многопрофильного хирургического корпуса Челябинской детской областной клинической больницы. Менее чем за два года из долгостроя удалось создать современную клинику. Областная казна направила на строительство и оснащение нового корпуса более 1 миллиарда рублей. Челябинка с синдромом Дауна поедет на Всемирную Олимпиаду во Флоренции. Через 4 дня в итальянской провинции стартуют первые Олимпийские игры для спортсменов с интеллектуальными нарушениями. За золото сразятся сотни спортсменов со всего мира. О том, как к самым главным соревнованиям в своей жизни готовится челябинская гимнастка Арина Кутепова, расскажет Дмитрий Лазарев. Я кувырок нужно сделать. Вот, вот. Прямая осанка, гордо поднятая голова. Тело подтянуто, как струна на гитаре. Выходя на мат спортивной школы Олимпийского резерва, Арина Кутепова готовится бросить все силы, чтобы взойти на пьедестал первых Олимпийских игр для спортсменов с синдромом Дауна. Для безоговорочной победы нужно филигранно выполнить рандат, колесо и повороты на 90 и 360 градусов. Ииии, побежала, побежала. Беги, беги. Дальше. Можно даже сравнивать с обычными детьми. То есть она настолько выкладывается. Когда ставишь определенные цели, то есть мы должны пройти сегодня вот это, вот это, вот это. То есть она будет стремиться до тех пор, пока вот она это все не пройдет. Ежедневно в течение двух часов гимнастка с особенностями оттачивает самые сложные элементы Олимпийской программы. Для Арины это ходьба по бревну. Требуется, не теряя координации, сделать несколько поворотов, стоя на одной ноге, а завершить упражнение. И вовсе сальто. Техпение, чтобы соприкнуть на бревну. Мама спортсменки рассказывает, 10 лет назад отдала дочь гимнастику, чтобы та начала хоть как-то контактировать со сверстниками. Все это время девочка занималась в общей группе. Вела себя скромно, но мастерски выполняла стойку на руках и колесо. Сегодня же рабочий день Арины расписан буквально по часам. Занятия в общеобразовательной школе, тренировка, бассейн и уроки. По словам женщины, это лучшее доказательство всем тем, кто убеждал отказаться от дочери. Вера в таких детей раскрывается, наверное, благодаря таким случаям, как с Ариной. Это не те дети, от которых нужно отказываться. Это не те дети, которых нужно закрывать в квартирах. Я хочу, чтобы на нашем примере многие родители, тренера и педагоги, и вообще просто люди, обыватели поняли, что невозможное возможно. За плечами у этой гимнастки в общей сложности пять золотых и серебряных медалей Всемирных летних игр специальной Олимпиады в Лос-Анджелесе и две в итальянском чемпионате мира. Именно там Арину заметили и пригласили на первые Олимпийские игры спортсменов с синдромом Дауна. Сейчас гимнастка с особенностями учит гимн России и вместе с мамой шьет спортивный костюм. Задача – сделать его красивее, чем у конкуренток. Дмитрий Лазарев, Андрей Костарев, Телефакт. Проблемный переезд и новые возможности. Челябинцам провели экскурсию по залу органной и камерной музыки. Часовой ликбез восхитил и удивил участников, утверждает Артур Ишпулатов. Он тоже попытался вникнуть во все тонкости работы величественного инструмента. Из-за диагностики вы наверняка ощутили какой-то особенный микроклимат. Для органа идеально плюс 21 на термометре, влажность не более 55%, поясняет директор. Иначе селецкий дуб, из которого сделан инструмент, может и сохнуть, или разбухнуть. В 2010 году орган перевезли из храма Александра Невского в здание бывшего кинотеатра «Родина». Чтобы переделать помещение под зал органной музыки, понадобилось 11 лет и миллиард областных рублей. Я думаю, что возрос интерес к нашему залу только потому, что зал находится в новом помещении, орган остался прежний. И у людей возникает вопрос, как же чувствует себя орган в новом помещении, как звучит орган, как в нашем зале акустика получилась. А получилась она путем долгих усилий русских и чешских мастеров. Перед ними была поставлена задача – сохранить элементы декора и качество звука одновременно. У зала должна была быть определенная выдержка эха – три секунды. И теперь каждый концерт в зале – аншлаг. Инструмент высотой 8 метров и весом в 9 тонн состоит из 80 тысяч деталей. При перевозке каждую завернули в пакет, объясняет экскурсовод, а потом – в ткань. Габариты и звучание инструмента впечатляют. Эрика Торхова рассказывает – с детства любит органную музыку. Но до этого видела и слышала его только по телевизору. Она нравилась как бы всю жизнь. Но я не могла как-то то ли жизненно обстоятельства были, то ли как-то, что попасть именно в зал. Ремонтом инструмента, как правило, занимается хранитель органа. Обычно он же и органист. Чтобы им стать, нужно сначала получить музыкальное образование по классу фортепиано. А вот специализацию органиста в нашей стране можно получить только в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Завершающей частью экскурсии стало посещение необычного закулисья. Здесь артисты отдыхают до и после концерта. Тут открывается вид на культурный центр города. Можно увидеть набережную реки Мяс, Краеведческий музей, Кировку и зал Прокофьева. Артур Ишпулатов, Евгений Нигматуллин, Телефакт. Публичная библиотека предлагает челябинцам совместить чтение и фитнес. У здания установили велопарковку. Теперь каждый может приехать за книгой на двухколесном транспорте, безопасно припарковать его и пойти за любимым бестселлером. Ранее оставлять велосипед приходилось, где придется. И уже не первый год мы наблюдали, что наши читатели приезжают сюда и буквально парковали к урнам, к столбам и еще что-то такое, свои велосипеды, и мы поняли, что это очень необходимая вещь для библиотеки. На открытии велолюбители не скрывали свои радостные эмоции. Говорят, что не могут поверить в то, что их просьбы были услышаны. И как велосипедисты мы ощущаем острую нехватку как велопарковок в городе, так и велодорожек. Приехавшим на велосипеде сотрудники библиотеки дарили книги. Они также отметили, что в будущем хотели бы установить еще несколько велопарковок. А сейчас о погоде в городах региона. По данным Гидрометцентра, в среду в области ожидаются сильные дожди и грозы. Усиление ветра до 25 метров в секунду. МЧС рекомендует обходить стороной большие деревья и остерегаться линии электропередач. В Кослях дождь, плюс 21 градус. На Златоусте будут сверкать молнии, пройдет дождь. Температура воздуха 20 выше нуля. В Магнитогорске осадки, но тепло. Столбик термометра покажет плюс 23. В Троицке прохладно, также дожди 18 со знаком плюс. В Копийске 19 выше нуля дождь. В парке Гагарина на главной сцене выступила Юлиана Караулова. Праздник приурочен к официальному открытию в Челябинске новой радиостанции «Лаврадио». Как это было, смотрите в сюжете. Дрители овациями встречают артистов. Концерт открывают выпускники Челябинской школы диджеев и кавер-группа «Онлайн». Однако горожане в ожидании главной звезды праздника Юлианы Карауловой. С 1 июля на частоте 94,6 FM запустилась новая для Челябинской радиостанция «Лаврадио». И сегодня, в День семьи, любви и верности, «Лаврадио» в честь официального открытия подарила городу замечательный праздник и выступление Юлианы Карауловой. Знаменитая певица, выпускница фабрики «Звезд» в Челябинске уже в третий раз. Она видела, как выглядит город осенью и зимой. Летний пейзаж певица увидела впервые. Я слушаю «Лаврадио» и все песни, они так или иначе про любовь. Ну, 99,9% прям про любовь конкретно. Юлиана начала выступление со своей любимой песней «Хьюстон». Затем исполнила свои популярные хиты. Зрители от такого взряда эмоций не могли устоять на месте. Такая классная атмосфера, я прыгала от счастья. Всегда мечтала на какой-нибудь концерт попасть с толпе там потанцевать. Эмоции просто переполняют вообще. Мне очень нравится «Лаврадио». Часто включаем его в машине, на работе, в квартире. Слушаем с мужем зажигательные песни. Очень крутое радио. Спасибо. Юлиана исполнила часовую программу, в которую вошли как давно полюбившиеся слушателям песни, так и совсем новые композиции. Кроме того, она пообщалась с поклонниками и провела автограф-сессию. Все гости вечера получили массу положительных эмоций и драйва от «Лаврадио». Эльвира Ясмогилова, Маргарита Хижняк, Александр Бекетов. Телефакт. И на этом все. Смотрите Телефакт и делайте новости с нами. По итогам недели мы выберем самого активного зрителя и наградим. Пишите нам в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассниках. Также читайте нас на telefakt.ru. С вами была Екатерина Жданова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин